Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем, что такое толщиномер лакокрасочных покрытий, как им пользоваться и как с его помощью не купить хламотину на вторичном рынке. Смотрите, как пороги делать! Вы так никогда не сумеете! Прежде чем приступать к осмотру автомобиля, нам с вами нужно будет определиться, какой вообще автомобиль мы смотрим. Если автомобилю более 10-20 лет, то искать на нем родную краску практически бессмысленно. В таком случае нам надо будет просто не купить хламотину с культурой шпаклевки и другими словами. Но если же автомобиль свежий, то уже есть повод насторожиться даже при просто вторичных окрасах. Также заранее нужно будет узнать, есть ли на автомобиле, который вас интересуют, алюминиевые или пластиковые детали. Для алюминия нужен прибор, который способен работать с алюминием, а пластик вообще не пробивает. По-хорошему перед осмотром сразу же посмотрите, какой примерно должна быть толщина окраски на интересующем вас автомобиле. Это легко можно найти в интернете. Но теперь о теории мы перейдем к практике. Осмотр автомобиля мы всегда начинаем с крыши, поскольку крыша страдает только в очень серьезных ДТП. Если крыша у нас сейчас будет окрашена, то не исключено, что автомобиль сильно бился. Проверку любого элемента мы осуществляем в нескольких точках, потому что если мы упрем в одно место и померяем, то окрас может быть либо здесь, либо тут, но не здесь. Мы посчитаем, что этот элемент в родном окрасе, но окажется, что нет. Поэтому всегда меряем в нескольких точках. Мы начинаем с крыши. Крыша красится слоем тоньше, чем остальной автомобиль. Поэтому, в принципе, мы можем сверять показания. То есть, родной слой краски автомобиля, он должен быть с разбросом максимум в 40 микрон от вот этих значений. По-хорошему, каждый элемент нужно проверять хотя бы в пяти точках. То есть, вот как я и говорил, слой чуть толще, чем крыша. А здесь тоньше, и это нормально. Почему еще важно мерить элементы в нескольких точках? Потому что зачастую автомобиль красится, к примеру, до ребра в правленных местах. Или, например, красится только вот эта арка, а верх остается коробным, переход в этом месте. Поэтому каждый элемент мы тщательно меряем в нескольких точках. То есть, мы, например, сверили слой здесь, вроде как родной. И сразу же меряем арочку отдельно. Значения везде одинаковые. Важно также понимать то, что отказываться от покупки действительно хорошего, недорогого автомобиля из-за нескольких косметических окрасов в больных мест будет глупо. Поэтому всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Последовательно мы меряем каждый элемент. На капоте мы видим явный вторичный окрас. Значения небольшие. Но надо понимать, что любые окрасы на автомобиле сильно влияют как на стоимость при покупке, так и на стоимость при продаже. Всем же нужны некрашенные автомобили. Эту машину фотку отправил, да? Да. Ты же мне новую машину отправлял. Я эту отправлял. Я у тебя петли даже висят там. Сюда смотри, ты лобовой менял здесь. Да. У тебя когда едешь с избой, крышу меняли на ней. Поэтому если вы обнаружили на автомобиле какие-то окрасы, это может являться хорошим поводом для торга. Я мам по рукам сто тридцать тысячи, мам возьми. Да, давай. Все, давай, документы ты делаешь. Проверку мы всегда осуществляем под прямым углом. Потому что если мы поставим криво, то показания могут быть завышены, ну или просто неправильные. Поэтому всегда за этим следим. Также очень важно осуществлять проверку только на чистой зумной панели. Поэтому по-хорошему возьмите с собой тряпку. Во время проверки толщиномером всегда нужно понимать то, что толщиномер это не гарантия того, что вы купите действительно небитый автомобиль. Всегда обращайте внимание на внутрянку. Всегда обращайте внимание на зазоры, на болты крепления всех кузовных элементов. Они должны быть без следов какого-то демонтажа. Проверяем пороги. Проверяем пороги и арки. Вся внутрянка у автомобиля, она красится гораздо меньшим слоем, чем весь остальной автомобиль. Если вы меряете внутрянку, и толщиномер показывает больше 300 микрон, надо очень сильно насторожиться. Таким образом, проверив поэтапно весь автомобиль, мы с вами выяснили то, что крашен капот вторым слоем. Как я уже говорил, это хороший пол для торга, но это не приговор для автомобиля. Но дальше решать уже вам. В какой момент стоит отказаться от покупки автомобиля? Если в один момент вы подошли, меряете какой-то элемент, и толщиномер вам показывает вот такое значение, сразу же стоит задуматься, потому что в таком случае толщиномер не может определить слой. Значит, либо вот такой вот слой шпаклевки, либо там металла нету вообще. Если толщиномер показывает больше 500 микрон, значит, есть какой-то небольшой, но все-таки слой шпаклевки. И тут уже нужно хорошо задуматься о качестве ремонта этого автомобиля и вообще, в принципе, о его прошлом. Также, если на внутренних частях кузова вот в каких-то вот силовых местах вы также обнаружили шпаклевку или просто очень большой слой. Тоже стоит отказаться от покупки. А вообще, если у вас нету в этом опыта, вы боитесь ошибиться, то обратитесь к профессионалам. Они подберут вам действительно хороший автомобиль, честный. Слово о 20-летних автомобилях. Вот вашему вниманию представим автомобиль Мазда Капелла 2000 года. Ее рыночная стоимость 100 тысяч рублей, ну, 150. Когда вы идете смотреть подобный автомобиль с толщиномером, что вы можете увидеть? Опаса! Где арка-то? Арки нет, там только шпаклевка, но этот автомобиль на ходу, он на автомате, он стоит 100 тысяч рублей, он ездит. Зачем его смотреть с толщиномером? Это просто нормальный автомобиль. И по барабану, что он крашеный. Конечно, на нем есть шпаклевка. Конечно, искать на нем какую-то родную краску бесполезно, но он будет заводиться и ездить. Что еще от него нужно? И в свою очередь, мы сейчас рассмотрим автомобиль полностью в родной краске. Любители родной краски, вы здесь? Родная краска. И что же лучше купить за копейки? Родную краску или крашеный автомобиль? Решать уже вам.